Его жизнь – пример беззаветного служения Родине. Честность, порядочность, верность воинскому долгу по праву снискали Георгию Ивановичу заслуженное уважение. Он оставил очень важный след в своей жизни. Это был военный командир, это был истинный полковник, которого можно вообще назвать человеком с большой буквы. У него двое сыновей, которые тоже пошли по стопам отца, военные, подполковники. Он оставил след в сердцах всех тех, с кем по жизни он соприкасался. Это человек, в самом деле, с большой буквы, заслуга которого, наверное, не до кататься оценена в защите нашего города, в становлении отрядов обороны нашего города, благодаря которым сегодня мы с вами живем, учимся, работаем. В Бендерах Георгия Егорова знали очень многие. Сам он родом из Ленинграда. В наш город военнослужащего привели дороги службы длиною в три с половиной десятилетия. Как офицер запаса Георгий Егоров не мог оставаться равнодушным, видя нападки кишиневских политиков и националистов на русскоязычное население. В 89-м он приходит в рабочий комитет, формирует мощное народное сопротивление, а огненным летом 92-го возглавляет штаб обороны города. Он, будучи полковником советской армии, взял на себя ответственность по руководству рабочих отрядов и народного ополчения. Не жалея себя, он принимал участие в обороне города Бендеры. Георгий Иванович Егоров относится к тем людям, чья активная работа способствовала восстановлению нашего государства. И вот я, когда сейчас говорят о первооснователях государства, я могу сказать о том, что это, безусловно, один из тех людей, который входит в эту когорту. Даже в трудное время, когда над городом свистели пули и снаряды, лилась кровь и у любого нервы могли сдать, Георгий Иванович никогда не повышал голос. Он умел убеждать. Убеждать своей правотой. Благодаря его командованию городским штабом удалось избежать многих человеческих жертв. В том, что Бендеры остались в составе ПМР, тоже есть заслуга Георгия Егорова. А вообще, знаете, уникальный человек. Вот вроде маленький такой. Мне все равно, маленький, как гвоздик такой. Он не кричал. Он всегда спокойно говорил. Чем труднее обстановка, тем он спокойнее говорил. Его качество, деловитость, корректность, умение решать вопросы, доброта. Добрейший души человек. Так говорят о нем сослуживцы. Даже в чинах и званиях. Имея множество наград, он оставался скромным и доступным человеком. Представляете, едем мы по Копьяру, сейчас открыто уже можно говорить, на рекордносировку. Песок, солнце, жара. Офицеры едут на открытых бортовых машинах. Пыль и все прочее. Он с нами наверху. Он не сидит в кабине. Он наверху с нами. Потом, когда мы возвращаемся, командир дивизиона приглашает его к себе на ужин. Он говорит, нет. Я ужинаю со своими офицерами. Ряды ветеранов редеют. С грустью отмечают собравшиеся. Проститься с другом и товарищем. Выразить соболезнования родным. Пришли те, кто знал Георгия Егорова лично, и те, кто не был с ним знаком. Глубокую скорбь выражает каждый. Был всегда четкий, короткий. Очень хорошо воспитан в военном направлении. Всегда общался с людьми. Корректно. Понимаете, он очень много сделал для нас, чтобы мы были защищены. Те, кто знал лично Георгия Ивановича, говорят, человек он был светлый. Светлая память о нем и останется в сердцах бендерчан. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.